Сегодня, 30 августа, в здании администрации города Горловки состоялось аппаратное совещание, где обсуждались вопросы по благоустройству города. Остается актуальным вопрос облагораживания разрытий после ремонтных работ коммунальными предприятиями. Исполняющий обязанности главы администрации города Горловки Иван Приходько взял под контроль данный вопрос, чтобы разобраться, в чем сложность выполнения этой задачи. Вы мне сейчас не рассказываете, вы не зеленстройщик, вы не представитель, как я говорю, суд, вы не умеете этого делать, у вас должен быть данным, поэтому это не важно. Так вот, а как вы благоустраиваете разрытий? Уважаемый зеленый, Алексей Николаевич, еще раз повторяю, вы не специалист зеленстроя, вы не умеете класть асфальт, как вы благоустраиваете разрытий? Вы их всю жизнь умели работать? Это касается, кстати, не только вас, а всех, кому на выступили. Вы их всю жизнь умели работать, а тут вдруг за последние два-три года все разучились. Так вот, я спрашиваю, вот эта вся информация, о том, что, как нам, Алексей Николаевич, докладывает, что там вот это у нас приведено в соответствии, это не приведено, я не знаю, как вы приводите, как? Если у вас где-то обороны с вами, как вы их благоустраиваете объяснение? На сегодняшний день, если у вас есть от СИО, то я от СИО 20%. Да нафиг я от СИО, прошу прощения за выражение? Если вы раскопали в асфальте, вы должны сдать его в таком же виде, как раскопали. То есть, ну, если это заложено в тарифе, в тарифе это у нас нет. Что значит нет в тарифе? У вас там там будет протокол. Вы что, первый раз работаете? Вы не знаете, как это делается? Нет, знаю. А почему у нас тариф вдруг поменялся, как нет благоустройства? Теперь, с 2010 года, не заложено в благоустройстве, в тарифе на благоустройство восстанавливается от бетонного... А почему с 2010 года у вас, еще в мирные времена, не заложено на тарифе благоустройства? Разосранная вся Горловка, перекопанная, все ломают ноги, а у вас в тарифе этого нет. Он уже тариф совосвался с НКРИ. Слушайте, везде, во всех городах есть, а в Урловке, НКРИ, тарифы... А почему здесь НКРИ, простите, инспекции по ценам, можете понять, пожалуйста? Тариф утверждается целиком по компании «Вода Донбасса». Мы отдельно в Урловке тариф не утверждаем. Есть у вас тариф? Нет. Вы должны стать такой же... Я же не иду в магазин и не говорю комбинату «Никитовский хлеб». У них в тарифе есть дрожь или нет, они делают не хлеб. Я его покупаю и кушаю. Точно так же вы раскопали, закопайтесь, дайте, как должно быть. Потому что потом выйдем в бюджет и говорим, Александр Владимирович, дайте нам 3 рубля заасфальтировать, потому что мы в тарифе не вложили. Так же не будет. Присаживайтесь. На линию 102 Горловского ГУ МВД ДНР поступило сообщение от женщины, которая пояснила, что упала в канализационный люк и нуждается в помощи правоохранителей. Прибывшие на место стражи порядка и спасатели МЧС помогли потерпевшие выбраться из заточения, оказали первую помощь и обработали раны. После полицейские отвели пострадавшую домой. Горловские правоохранители обращаются к горожанам с призывом быть аккуратными и осмотрительными. Сотрудники Центрального городского райотдела полиции города Горловки задержали 25-летнего жителя Краматорска, который в ночное время суток путем повреждения замка вскрывал автомобили и похищал из салонов самое ценное. В полицию Центрального городского района стали поступать сообщения от граждан о том, что совершены кражи личного имущества из принадлежащих им автомобилей. В ходе следствия подозреваемый сознался в хищении личных вещей из транспортных средств. Также правоохранители установили причастность фигуранта к еще одной краже из частного домовладения. Ранее судимый злоумышленник оправдывает свои поступки жизненными трудностями. Часть украденного имущества, которое фигурант не успел сбыть, стража порядка вернули законным владельцам. Потерпевшие выразили полицейским благодарность за профессионализм и оперативную работу. Позвонили из полиции и сказали, что поймали преступника и нашли наш автомобильный набор инструментов. Хотим выразить сотрудникам полиции нашего Центрального городского района огромную благодарность и человеческое спасибо. Возбуждено уголовное дело по части 2 и 3 ст. 164 Уголовного кодекса ДНР. Кража, совершенная с незаконным проникновением жилища с причинением значительного ущерба гражданина. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.